Меня зовут Илья, я продакт-менеджер по направлению FANWILL в нашей компании. И сегодня хочу рассказать вам про наше решение домофонии, как называется наша презентация, решение от Китая до Швейцарии, действительно, потому что несколько брендов домофонии есть в нашей линейке продуктов. Основной, конечно же, FANWILL, китайская компания, о которой сегодня будем говорить больше и дольше, но также мы предлагаем премиальные сим-домофоны от швейцарского производителя NIST, также есть такой бренд, как ITS Telecom, и вполне вероятно, что вы также знаете о бренде GENDAR, который тоже производит вызывные панели, но сегодня мы обойдем этот бренд своим вниманием, потому что GENDAR это все-таки не домофоны, у них другой функционал, другие задачи в этих устройствах, и нет возможности управления дверьми и контроля за доступом. Вы можете посмотреть отдельный вебинар, посвященный бренду GENDAR, про промышленные, защищенные, взрывозащищенные телефоны, но сегодня мы сфокусируем свое внимание именно на решениях домофонии. Начнем, как я уже сказал, с нашего главного, основного бренда в этом направлении, компания FANWELL. Существует компания достаточно давно, с 2002 года, более 15 лет на рынке ВАИП, с 2012 года широко выходит на международный рынок, в том числе и на российский, есть несколько собственных R&D-центров, профессиональная команда технической поддержки, можно обращаться напрямую к производителю на английском языке, можно к нашей команде технической поддержки на русском, как вам удобнее. Вы, возможно, знаете в первую очередь о компании FANWELL, как о производителе IP-телефонов, но это, естественно, далеко не все продукты, которые есть. Вот на картинке можете посмотреть, как выглядят новые офисы компании в Шенчжэне и в Бекине. Как уже сказали, давно на рынке работает компания, более 10 патентов на собственные изобретения, зарегистрированные 60% от общего числа сотрудников, это собственная R&D-команда. Так что действительно профессиональный производитель, в линейке которого есть не только IP-телефоны, но и группы товаров, с которыми мы плотно занимаемся. Мы компания PIMATIC как дистрибьютор. Это отельные телефоны, о которых вы, надеюсь, знаете. Специальные решения для колл-центров. И вот как раз домофоны. Собственно, мы, компания PIMATIC, являемся мастер-дистрибьютором по направлению домофонов, о чем сейчас вам подробно и расскажем. В, собственно, вот эту серию систем доступа входят различные всепогодные антивандальные видео- и аудиоустройства. Давайте вот о линейке и поговорим. Объединяются все эти устройства исключительное качество HD-аудио и видео, ну, соответственно, для видеодомофонов. Полнодуплексное HD-аудио с их компенсацией. И те домофоны, которые являются видеодомофонами, оснащены камерой 720p. Все устройства являются мультизащищенными, как по стандарту IP, IP65, то есть это высокой степени пылезащиты и влагозащиты. Конечно, опускать в бассейн домофоны и надеяться, что они будут работать корректно под водой, не стоит. Но дождь, град для уличных домофонов не страшны. Максимальная степень защиты по антимандальности и также устойчивость к экстремальным температурам. Официально заявлено вот минус 40 градусов, но по факту домофоны могут работать при более низких температурах. Здесь мы транслируем то, что официально заявляет вендор, но в Китае погодные условия и климат в целом лучше, чем в России, и поэтому какие-то тестирования просто официально не проводились, нет официальной сертификации, хотя мы в России в наших более суровых климатических условиях тестировали, конечно, аппараты при более низкой температуре. В устройствах есть разные варианты, разные способы доступа. Поддерживается, конечно же, вход по паролю для тех устройств, которые оснащены полноценной клавиатурой. Те устройства, у которых есть читыватель RFID-карт, соответственно, есть возможность входить по карте, до 2000 карточек программируется. Ну и, конечно, дистанционный доступ по звонку, по нажатию кнопки, что в первую очередь актуально для устройств с одной кнопкой доступа. Сферы применения самые разные. Общественные помещения, бизнес и, естественно, жилые комплексы. Конкретные примеры сегодня тоже приведем, как и где использовались устройства Fanville. И нельзя бы идти вниманием такую достаточно очевидную, но, может быть, немного грустную сферу применения подобных устройств. Это тюрьмы, места заключения, где требуется большое количество защищенных и надежно работающих устройств. Пока что в 2019 году количество тюрем в мире не сокращается. Такое применение устройств тоже может быть, и такие проекты есть. Конечно же, лифты, офисные помещения, бизнес-центры, парковки, куда же без них, шлагбаумы, автозаправочные станции. Вот в этой связи как раз сразу, не затягивая надолго, конкретные примеры приведут того, как в Краснодаре на сети автозаправочных станций используются устройства Fanville. Забегая немножко вперед, это вот такая вызовная панель с одной кнопкой, Ай-12. Заправочные станции на юге России оснащены именно такими аппаратами, как вы можете видеть крупно на левой картинке. Кстати, если среди нас есть непостоянные слушатели вебинаров, те, кто, может быть, зашел к нам первый раз, вы можете сами на платформе регулировать отображение, увеличивать картинку со спикером, то есть со мной, или презентацию. Если я буду что-то показывать непосредственно на камеру, вы всегда можете стрелочками влево-вправо сами поменять отображение, чтобы было лучше видно что-то в данный момент. Но возвращаемся к нашей презентации. Да, как уже сказали, сферы применения самые разные. Есть проекты и в отелях, и в аэропортах. Так что, в принципе, здесь мы не ограничены какими-то отраслями экономики, например. Везде, где есть двери, везде, где необходимо контролировать вход и выход, там находят свое применение устройства от компании Fanville в различном исполнении. Более подробно про IP-защиту хотелось сказать. Первая цифра, например, в IP65 цифра 6, это индекс пыленепроницаемости, то есть 6 в данном случае является максимальным показателем по этому направлению. А второе число, вторая цифра, это защита от воды, от капель. Соответственно, если это пятерка, то это прямые струи, которые во время дождя, например, могут направляться на домофон. Понятно, что есть показатели и выше, например, погружение на высокую глубину или воздействие струи воды высокой температуры. Но подразумевается, что в случае с применением домофона в таких условиях быть не должно. Поэтому здесь максимальная степень защиты, собственно, на пятерку. И по ICAD, как я уже сказал, ICAD-10, максимальная степень защиты соответствует энергии ударов 20 джоулей. То есть это примерно падение груза весом 5 кг с высоты 40 см. Таким, в принципе, убить можно человека легко. Домофоны, собственно, являются защищенными по этому показателю. Если какой-то злоумышленник, например, попытается битой разрушить этот домофон, то вряд ли у него что-то получится. И далее конкретно уже пройдемся по модельной линейке от более простых устройств до более сложных. Собственно, IC-12 это, так скажем, стартовая позиция в линейке, потому что это простое, неприхотливое устройство, также защищенное в достаточно простом дизайне с одной кнопкой вызова. Соответственно, приходящий посетитель или объезжающий человек на заправочную станцию или перед каким-то шлагбаумом, ну или даже в каком-то загородном доме, почему бы и нет, нажимает на кнопку, соответственно, идет вызов на заранее запрограммированный номер. И там, например, консьерж или сотрудник автозаправки уже может сразу поговорить с человеком, получить обратную связь и, соответственно, открыть дверь или не пропускать. Полнодубличный спикерфон, да, то есть HD-качество звука будет в обе стороны. Также фангл отличает хороший микрофон и большой радиус захвата звука. Так что необязательно подходить вплотную к домофону, пытаться что-то сказать именно в него и громко кричать. На расстоянии в пару метров все будет замечательно слышно. При этом рекомендована розничная цена у этого аппарата всего 245 долларов. В принципе, отличная цена для устройств с поддержкой СИП, с двумя, кстати говоря, реле, то есть с возможностью управления сразу двумя дверьми. Вообще компания фангл за этот год уже два раза снижала цены на свои аппараты, в том числе на i12, в стремлении стать более конкурентными, более интересными рынку. На каждом слайде текущие розничные цены будут приведены. Кроме i12 есть также модель i12-02. Она отличается только наличием двух кнопок. Если мы видим, что i12-02 кнопки вызова, то i12-02, соответственно, две кнопки. По умолчанию не подписаны как SOS и Info, красного и синего цвета. Но под проекты, конечно же, все это можно кастомизировать без дополнительных затрат. То есть, например, каждую кнопку подписать, так как вам нужно на любом языке, например, Никол, вызов, позвоните по-русски. По умолчанию тут вот такие вот иконки с телефонной трубкой, можно их тоже заменить. Ну и, собственно, название бренда фангл в верхней части тоже можно поменять на какую-то другую надпись, если это критично важно в вашем проекте. То же самое касается и цвета кнопок. Если по какой-то причине вам не нравится красно-синяя расцветка в этой модели, в i12-02, ну, не знаю, например, вы будете устанавливать домофоны на стадион Локомотив или Спартак, то, пожалуйста, можно даже это поменять. Ненамного дороже эта модель, чем i12 с одной кнопкой, всего 265 долларов, рекомендованная розничная цена. Все остальные преимущества также, собственно, вы можете прочитать на экране, также два реле, две сеплинии, то есть тоже можно развести, возможносты на стену укрепления, ну, собственно, все стандартные характеристики, которых, может быть, уже и знаете. Есть разные способы его установки, либо просто на стену, но иногда бывают проекты, где также эти домофоны утапливают стену, то есть получается крепление внутри стены, здесь уже, собственно, ограничений нет, как удобно в каждом конкретном случае. Мы идем дальше. Funvel i18s. Это также домофон с одной кнопкой вызова, но с поддержкой HD-видео. Он выглядит более массивно в большем корпусе с козырьком. Вот у меня в руке другая модель, но именно корпус схожий, то есть вот козырек, защищенный корпус, и в верхней части также располагаются камеры. Все те же преимущества, как и у других моделей, видны, характеристики в целом похожи, в принципе те же самые, тоже возможности питания попоя, те же высокие степени защиты, те же самые функции шумоподавления, эхоподавления. Вот эта модель стоит в розницу уже 585 долларов за счет качественного корпуса и HD-камеры на борту. i20s – это достаточно бюджетная модель, всего 250 долларов розничная цена, с более низкой степенью защиты, но подразумевается, что она должна установиться внутри помещения, то есть это, конечно, уже не уличный вариант, но зато с поддержкой RFID-карт и полной клавиатурой из 12 кнопок. Вот, тоже могу показать. Это у меня в руках не i20s, у меня в руках i30. Собственно, вот эти две модели различаются только наличие или отсутствие HD-камеры, то есть один из них аудиодомофон, один из них видеодомофон. Вот, собственно, видеодомофон у меня в руках, достаточно компактный, легкий, приятный на ощупь, в целом, приятный дизайн, также есть и кнопка вызова, и клавиатура, которая может набрать необходимый код или позвонить, например, в квартиру или в нужный офис, цветовая индикация статусов, здесь слева, соответственно, цветные индикаторы, но также считыватель-карт, камера. Вот эта модель конкретно стоит в розницу 345 долларов. Но это еще не все, мы идем дальше. Вот уже аппараты для установки на улицах, вне помещений, соответственно, за 475 долларов в розницу можно приобрести аппарат i23s. Уже показывал вам ту модель, которая у меня в руках, но это не 23-я. Здесь история, по сути, такая же, как и с предыдущими двумя моделями. i23s и i31s похожи внешне, корпус одинаковый, различие идет в наличии или в отсутствии камеры. Соответственно, вот i31s одна из самых популярных, на самом деле, на рынке, как в Китае, так и в России, моделей. У нас на нее было достаточно много проектов, в том числе и в жилых комплексах. Ну, например, когда в жилом комплексе в подъезде 80-100 квартир, то, конечно, хочется поставить максимально качественное устройство с поддержкой видео, потому что при разделении на всех жильцов в любом случае стоимость его получается незаметная для жильцов, и можно поставить именно видео-домофон, пускай даже 70-80% жильцов теоретически от возможности видеозвонка откажутся, и на своей стороне в квартире поставит какое-то простое аудиоответное устройство, но зато для остальных 20%, кто готов поставить какой-то вариант ответного устройства планшетного типа или видеотелефон, например, от E-Ring или от GIGASET, это будет неоспоримо преимущественным. Вот, собственно, еще раз так он выглядит, так вот с задней стороны, с передней, достаточно тяжелый, массивный, также можно утопить стену или повесить непосредственно на стену, как вам более удобно. Ну, и, конечно же, возможности кастомизации также присутствуют, если требуется нанести какую-то там надпись или поменять иконки индикации, то теоретически это все можно сделать. Ну, и все остальные преимущества также, как и в других моделях, здесь уже, наверное, повторяться не будем. Но это еще не все. Вот, буквально на этой неделе появились еще новинки от компании Fungle, новинки 2019 года. Производитель обещает до конца года, что появятся еще новые домофоны, но на данный момент мы готовы к продаже модели А-16V и А-32V. Вот, сейчас она у меня буквально с завода есть также в руках. Здесь уже обновленный дизайн. В принципе, выглядят они более приятно и современно. Цены, как вы видите на экране, на них не такие большие. При этом есть также все степени защиты, также возможность, как установить на стену, так и утопить внутрь, еще для повышения защиты. А отличаются эти две модели наличием или отсутствием считывателя RFID-карт. То есть вот у меня в руке модель А-32V, соответственно, здесь вот есть этот считыватель, возможность запрограммировать до 2000 карточек. Немножко они отличаются также внешне по дизайну, если вы обратите внимание на картинку. У модели А-16V кнопка круглая, у А-32V квадратная, с таким вот немножко измененным дизайном этой кнопки. Но, по сути, это минимальные косметические изменения и, конечно, основное, это именно вот считыватель RFID. В остальном модели похожи и также обладают всеми преимуществами линейки сегдомофонов от FUNVIL. На таблице сравнения не будем подробно останавливаться. Каждый участник вебинара вы потом можете скачать эту презентацию, изучить все характеристики подробно. Ну или вы смотрите, если вы нас смотрите на YouTube в записи, то, пожалуйста, обращайтесь. В конце презентации будут контакты. Всегда можно запросить. Нам материалов не жалко. Все, естественно, предоставим. Нельзя не упомянуть еще и не про домофоны, но продукты, которые отнесены у нас в раздел «Аксессуары», но они тесно связаны с линейкой домофонии. В данном случае я говорю про шлюз-контроллер FUNVIL PA2, также на две сеплинии, две линии РТСП для потокового видео, поддержка ПОЭ, все необходимые стандарты, возможность также на стену, укрепления, компактный дизайн, широкий диапазон рабочих температур и рекомендованная розничная цена всего 160 долларов. Это шлюз-контроллер, который позволяет подключить различные устройства, объединить как аналоговые, так и сиповые устройства, и связать их все, чтобы они вместе работали. Ну, например, там можно и аналоговую камеру подключить. И также я сразу перелесну, сейчас вернемся к этому слайду, перелесну на набор аксессуаров для FUNVIL PA2, это FUNVIL PA2 kit, представляющий себя динамик, микрофон, кнопку вызова и IP-камеру. То есть, соответственно, все эти устройства можно через шлюз-контроллер также подключить, собрать нужную комплектацию, ну, например, добавить две кнопки, если это нужно в каких-то проектах. И, по сути, вы получите за невысокую цену замену тип домофона, при этом просто без корпуса. Есть проекты, где так даже удобнее и получается дешевле, ну, например, в качестве организации кнопки экстренного вызова в поездах. Мы разрабатывали такой проект, где не нужен непосредственно домофон, непосредственно в корпус. Нужно, наоборот, все спрятать внутрь, оставить наружу только динамик, кнопку вызова. Соответственно, вот так вот это было реализовано. Вот примерно так выглядит схема применения FUNVIL PA2. Можете посмотреть на картинке. А я пока отвлекся на вопрос Александра в чате. Есть ли у всех звук? Конечно, если речь идет про домофоны, собственно, аудиофункционал, это базовый функционал, есть и микрофоны, и динамики, качественные в абсолютно любом домофоне от FUNVIL, то есть установить полноценную, полнодуплексную связь можно с помощью любого домофона. Здесь проблем нет. Да, извиняюсь, если кто-то обратил внимание за техническую ошибку на этом слайде, розничная цена на набор домофонов, конечно же, не 375 долларов, а всего 100 долларов, так что не пугайтесь, надеюсь, это вас не смутит. Мы прошлись по линейке достаточно кратко, но если вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, на нашем сайте есть все необходимые характеристики, карточки товаров заведены, всегда можете посмотреть, если что-то не хватает, запросите у нас даты шоты, всю информацию всегда представим. Вся продукция сертифицирована, конечно же, есть все необходимые китайские сертификации и европейские, ну и, конечно же, все необходимые внутрироссийские разрешительные документы и там декларации, нотификации таможенного союза. Более того, мы, компания EPMATIC, занимаемся профессиональной локализацией всех продуктов, инструкцией, дата шитов, описаний и программное обеспечение на русском языке также, конечно, есть. Так что, здесь проблем, вопросов быть не может, все, конечно, завозится официально, так что, не переживайте. Награды у оборудования Funnel есть самые различные, международные, китайские и даже российские с различных выставок, так что, такое лишнее подтверждение качества товаров и лишняя возможность похвастаться. говоря о кейсах и конкретных примерах. Собственно, на сайте производителя, на сайте компании Funnel очень удобно. Раз, два, три. Друзья, пишут в чате, что звука нет. Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Есть. Александр, Радик, если у вас есть проблемы со звуком, попробуйте обновить страницу, все работает, все слышно, то есть, возможно, какие-то проблемы в браузере на вашей стороне. Нажмите на F5. Собственно, если коллеги нас не слышат, наверное, они сейчас не слушали мой совет, напишем в чате по поводу попробуйте обновить браузер. Надеюсь, все сейчас решат свои проблемы, всем будет хорошо слышно. Я, собственно, вернусь к слайду, который на экране. можно зайти на сайт fanville.com, очень удобно отфильтровать, отсортировать нужные проекты по нужным направлениям и нужным странам, посмотреть, что конкретно реализовано в России. Мы у себя на сайте также стараемся писать истории успеха, различные интересные проекты из разных городов, но вот на сайте производителя тоже можно посмотреть, так что вся эта информация есть в открытом доступе на каждом конкретном кейсе, сейчас не будем останавливаться. Вот примеры из Краснодара ранее проводили, а остальное можно посмотреть опять же в интернете. Вот на экране краткий список проектов и кейсов, реализованных в СНГ в самых разных сферах. Высшие учебные заведения, банки, операторы связи, отели, государственные промышленные предприятия, в том числе и крупные заводы. Так что собственно с чего начали? Применение устройств Fanville самое что ни на есть разнообразное и при желании вот этот список можем еще дополнить десятками различных объектов. Так что если будет стоять вопрос в конкретных примерах, то тут проблем не возникнет. Обращайтесь. На этой позитивной ноте закончим с брендом Fanville потому что как и было заявлено от Китая до Швейцарии тема нашего сегодняшнего вебинара действительно мы сотрудничаем с швейцарским производителем сигтомофонов а именно NISTA. Вот конечно есть тоже что показать но не только буду показывать на слайдах можно посмотреть на дизайн этих аппаратов это ну можно прямо сказать не дешевые в среднем дороже чем Fanville устройства но они крайне качественные и выполнены в премиальном дизайне корпус из качественного алюминиевого сплава передняя панель из чистого алюминия используется пьезокномки можете посмотреть они действительно даже на ощупь очень приятны с качественным корпусом надписями опять же с цветовыми индикаторами устройства легко монтируются настраиваются конечно у них есть локализация в том числе и на домофоне с экраном можно естественно выводить тексты на русском языке например написать добро пожаловать они вандалоустойчивые поддерживают технологии кибитазернет как уже сказали разработаны в Швейцарии но при этом в компании Ниста есть русскоязычные технические специалисты и русскоязычная техподдержка конечно можно обращаться в компанию эпиматика здесь никаких проблем нет наша техподдержка работает но если будет какой-то специфический вопрос всегда можно напрямую поговорить с вендором ну и соответственно мы можем оперативно пообщаться с вендором в том числе на русском языке то есть все вопросы решаются очень быстро ну и если обратить внимание на все вот это премиальное качество данных домофонов то конечно соотношение цена-качество получается очень и очень приятное несмотря на то что они дороже чем устройство от фанвила в таком премиальном дизайне в принципе сравнивать с другими производителями с нашими конкурентами то цена получается не такая высокая модельный ряд представлен тремя устройствами соответственно самый простой тот который у меня в руке домофон с одной кнопкой вызова с одной без кнопкой с микрофонным динамиком также с двумя независимыми реле и двумя разъемами для подключения сенсоров то есть это такое самое простое устройство в линейке следующее если мы идем по слайду получается справа налево центральная картинка это модель IP3941PC она оснащена также без кнопкой микрофонным динамиком все характеристики те же но при этом как вы можете видеть на картинке верхней части домофона есть камера 640 на 480 720p угол обзора 130 градусов достаточно качественная камера с возможностью передавать два независимых видеопотока один постоянный например выводить в режиме реального времени охраннику или консьержу что там происходит за дверью и второй видеопоток по звонку по нажатию на кнопку соответственно идет на запрограммированный номер например на видео телефон вот примерно так же это реализовано у нас непосредственно в офисе компании пиматика сотрудники на входе на ресепшене видят в режиме реального времени на мониторе что происходит за дверью при звонке также вызов идет на телефонную группу где другие сотрудники могут также открыть дверь тоже естественно посмотрев кто пришел и зачем ну часто в таких случаях наполняют все это решение также видеокамерой установленной под другим углом чтобы соответственно было две точки видеообзора что повышает безопасность и дает меньше возможностей для каких-то злоумышленных и топовая модель в этой линейке IP3940PC самая левая картинка характеристики те же самые но плюс здесь еще есть дисплей на который можно вводить информацию в том числе на русском языке как я уже сказал и полноценная пьезоклавиатура на 16 кнопок соответственно можно позвонить в какой-то офис конкретную квартиру набрать код это все уже так же присутствует то есть не одна кнопка вызова как на других моделях а полноценная клавиатура но опять же на экран можно например пожелать вывести какой-то текст вроде наберите 102 чтобы связаться с охраной то есть какой-то совет людям которые подходят чтобы они могли зайти в офис или в дом совместимое устройство конечно же со всеми известными производителями здесь тоже каких-то подводных камней секретов нет как уже говорили в устройствах НИСТа весь функционал объединен в одном корпусе то есть обеспечивается и безопасность возможность интеграции с телефоней с возможностью управления дверьми и видеонаблюдение контроль в постоянном режиме таким образом с помощью симптомофонов НИСТа можно решать различные задачи в принципе они достаточно стандартные для рынка домофонии разграничение доступа днем ночью в целом контроль доступа организация единой приемной на несколько компаний удаленное управление замками автоматический вызов по срабатыванию датчика конечно же возможно аудио и или видеосвязь смотря какая модель ну и дополнительная функциональная возможность постоянного видеонаблюдения тоже приятный бонус области применения самые разные может быть в восточной Европе в России конечные заказчики часто хотят сэкономить ставят какие-то более дешевые простые устройства то есть есть у нас много кейсов и западной Европы где эти домофоны куда только не ставят и условно говоря какие-то хостелы и просто в частные дома в поезда ну и конечно же несмотря на то что у нас тоже можно найти применение для этих аппаратов но у нас это больше выходит премиальный сегмент то есть какие-то элитные таунхаусы компании которым нужно произвести впечатление в том числе на приходящих гостей где все оснащено по высшему классу вот какие-то такие примеры из нашей реальной практики вот один из примеров таких решений в бизнес центрах где также в этом решении участвует видеорегистратор от Майл Сайт еще одного нашего бренда ну кстати вот говорил про то что в реальной практике часто дублируют видеодомофон с дополнительной видеокамерой которая установлена сверху по другим углам ну конечно же эта камера должна быть от бренда Майл Сайт которым тоже занимается компания Эпиматика ну это конечно тема для отдельного вебинара для отдельного разговора но если вам интересно видеонаблюдение обращайтесь тоже все расскажем покажем собственно на картинке можете видеть как СИП Домофон интегрируется и в телефонную систему подключается к видеотелефону от Елинк ну и собственно в основе телефонной сети здесь выступает ИДС и Явстар тоже продукт которым занимается наша компания в частном секторе это может быть реализовано например по такой схеме с возможностью интеграции мобильных устройств планшетов или персонального компьютера ну и также за счет поддержки двух кролей может Домофон контролировать две двери ну или в каких-то случаях например можно скоперироваться с соседями с помощью одного домофона можно управлять входом например на два соседних участка здесь надо смотреть конкретные случаи ну конечно же все это реально также подключение датчиков движения то есть например если у вас нет дома но сработал датчик вы можете посмотреть что происходит например с мобильного телефона и принять какие-то какие-то меры и такие кейсы для квартирных домов здесь в качестве абонентских устройств на стороне квартиры используются различные варианты в том числе и простые бюджетные SIP телефоны у нас спрашивают например аудиотрубки IP-матика которые представлены в нашем портфолио или например на стену устанавливают E-Link SIP-19E2 такие примеры были тут тоже разные кейсы но понятно большинство жильцов хочет так или иначе сэкономить им не нужен дорогой видеотелефон на входе соответственно можем предложить разные решения для разных жильцов как с видеосвязью так и без ну или опять же решения где скорее подходящие для элитного в первую очередь жилья где как раз нельзя напрямую позвонить в квартиру то есть нам нужны видеоустройства с одной кнопкой вызова ну например вот вернемся к фангову как новинку которую сегодня показывали позвонить можно только охраннику или только на ресепшн только консьержу то есть не получится достать непосредственно жильцов которые не хотят чтобы ее беспокоили и дальше уже консьерж будет общаться решать можно ли войти нельзя ли войти есть ли человек в списках ну а собственно сами жильцы могут зайти например по своей карточке кейсы для поездов я сегодня уже отмечал такой кейс с шлюзом и набором аксессуаров фанел по 2 и фанел по 2 кит которые используются на конкретном проекте в метрополитене но также это может быть организован и с оборудованием миста почему нет то есть вот эти вот устройства экстренной связи в поездах в поездах метро с подключенными также датчиками например задымления могут помогать связываться с машинистами в случае какой-то экстренной ситуации если вам нужна будет какая-то более подробная информация прайсы партнерские прайсы таблицы сравнения презентации другие материалы вот на экран вывел свою почту пожалуйста обращайтесь всегда будем рады ответить подсказать рассказать и конечно в начале своей презентации я говорил про бренда ITS Telecom да есть и такой это израильский производитель сиптомофонов который тоже есть у нас на складе они также качественные премиального класса но сейчас на них снижены цены они распродажные поэтому можете обратить внимание на этого производителя все прайсы можем выслать и небольшой приятный бонус как была обещана такая акция что при покупке такого домофона при необходимости козырек для домофона мы дарим подарок что позволит увеличить его защищенность от дождя от брызг так что если будет нужно обращайтесь получите такой небольшой приятный бонус вот собственно такой краткий обзор на 40 минут у нас получился наше решение для домофонии надеюсь что общее впечатление у вас могло создаться если есть какие-то вопросы пишите пожалуйста в чат или по контактам которые приведены на слайде обращайтесь в любое время всегда рады будем ответить подсказать рассказать после того как вы переварите информацию может быть действительно у вас появится больше вопросов вот сейчас в чате пока что вопросов не вижу друзья ну давайте я с вами попрощаюсь мы сейчас остановим запись зрителям на ютубе тоже всего доброго и до свидания непосредственно в чате еще конечно пару минут мы последим может быть у вас появится какие-то вопросы будем рады ответить а пока что всем пока спасибо за участие в вебинаре пользуйтесь оборудованием от фанвилла от места ждем ваших вопросов всего доброго и до сих пор отец застал отец Продолжение следует...